Ну что, уважаемые любители хоккея, это лучшие игровые и иглевые моменты матча Олимпе, чемпионата России ВХЛ. Игра номер 201. Хоккейный клуб Тамбов принимал альметьевский нефтяник. Тамбов, который приехал с выезда, а в родных стенах тамбовчане в текущем сезоне пока не побеждали. Ну и, соответственно, завершали свою выездную серию альметьевцы. Ну и можно так сказать, что игра началась с постоянных удалений. Хозяев в 5 на 3 нефтяник поиграл, но не забил ни в расстановке 5 на 3, ни в расстановке 5 на 4. Но, тем не менее, в формате 5 на 5 удалось отличиться Александру Рахимулину, который забросил свою первую шайбу на взрослом уровне. Ну и, соответственно, в текущем сезоне. Немного он играет, игрок четвертого звена, но, тем не менее, этот бросок оказался неберучимся для Андрея Скобронского, который ворота Тамбова защищал. Но оборота нефтяника защищал Евгений Киселев и до поры до времени играл на ноль, отражал момент за моментом. Но, тем не менее, один раз все-таки в периоде под номером 1 его хозяева пробили, реализовав большинство. Вот мы с вами говорили о том, что вот за это нарушение, кстати говоря, тамбовчане реализовали численное преимущество нарушения Максима Быкова. И вот бросок Тимашова, заряд от синей линии. И счет стал 1-1. По итогам первого периода по броскам в створ было 9 на 12. Ну и, в принципе, равную игру команды демонстрировали не только на протяжении первого периода, а, по сути, ну и второго тоже. Но, тем не менее, в втором периоде случились такие события, которые можно назвать достаточно удивительными. В принципе, равная игра, но с шайбы полетели в ворота Андрея Скобронского. Хотя моменты были и у хоккейного клуба Тамбов. Вот, в частности, смотрим мы на игру в большинстве от Альметьевского коллектива. Лазарев отдает неплохую передачу, Назмудинов не забивает, а вот зато забивает Артур Бровкин. 1-2. Вышли в счете вперед вновь в гости и, забегая вперед, скажем, что своего преимущества уже не отдали. Максим Лазарев очередной свой очко зарабатывает, выходит в лучшие бомбардиры своего коллектива. Ну и Артур Бровкин забрасывает свою пятую шайбу в текущем сезоне. А это гол в меньшинстве. Отборолся очень здорово. Денис Комков запретинговал Николая Тимашова. Позволил тамбовский защитник себя обесшабить. И вот Комков максимально здорово себя проявил. И тут, как тут оказавшийся Максим Кореневский, забрасывает свою первую шайбу в текущем сезоне. 1-3 на 31-й минуте матча. В большинстве, напомню, тогда играл хоккейный клуб Тамбов. А здесь очередной момент. Михаил Мокин, капитан Нефтяника, имел возможность в четвертый раз за матч пробить Андрея Скавронского. Не получилось у него. Зато получилось у Дениса Цуканова. То ли там Шелгин клюшку подставил, то ли Цуканов забил. Ну, как видится вашему комментатору, скорее Шелгин должен стать автором этой заброшенной шайбы. 1-4. И вместо Андрея Скавронского появился Шамиль Волюлин. И в следующем же большинстве Тамбовчане одну шайбу отквитали. Это новичок Волков Богдан Потехин. Вот так вот лазерным броском поразила ворота Евгения Киселева, сняв пултинку с Дани Девятки. 2-4. И, в принципе, по игре было понятно, что там вообще не сдадутся. Вот он Богдан Потехин, его радость. И вот тут же Потехин отдает классную передачу. И Тимашов мог дубль оформлять. Но каркас ворот сыграл за Евгения Киселева. Ведь могли дублетом выстрелить в концовке второго игрового отрезка хозяева. Не получилось. Тем не менее, вот уже моменты третьего периода мы с вами смотрим, получает большинство хозяева. И это большинство реализует. Михаил Тихонов с передачей Степана Грымзина делает на табло 3-4. То есть у Тихонова 1-1, у Грымзина 0-2. Уже вот к этой секунде-минуте Тамбовчане продолжают пожарить в обороне. Вот такие моменты дарят сопернику. Но до поры до времени не пропускал Шамиль Волюлин. А вот Тамбовчане, наоборот, атаковали очень много. И вот в третьем игровом отрезке их преимущество не вызывало сомнений. Но оно и понятно. Близок был камбэк. Очень близок. И когда казалось, здесь уже шайбе деваться некуда. Ну как Максим Быков не забил? Ну это известно. Господу Богу. И Шамиль Волюлин. Да и все, наверное. Там вообще не продолжили моменты. Создавать, нагнетать. Но вот здесь контратака 3 в 3. И очень классно Кореневский, Шелгин и Комков распорядились шайбой. Образцово-показательная контратака парней Артема Анисимова. 3-5 стал счет. Ну и учитывая, что это все дело было в начале 54-й минуты, тяжело было там Повчанам в эту игру вернуться, забить 2. Хотя в концовке третьего периода поиграли с пустыми воротами. В формате 6. Субтитры сделал DimaTorzok